Добрый день! Мы из Украины и я рад приветствовать вас на своем канале. Как обычно, по традиции, начинаем с вами очередной видеообзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. И сегодня у нас с вами на календаре 15 апреля, киевское время 19 часов. Вчера была страстная пятница, она действительно оказалась страстной. Вчера российские оккупационные войска нанесли несколько ракетных ударов, в том числе и по жилым кварталам города Славянска. На данный момент 11 погибших, из них один ребенок, причем ребенок умер в карете скорой помощи, его вытащили из-под завалов, но довести до больницы не смогли. 21 человек ранены и по оценкам наших спасателей, под завалами остаются еще трое людей, их личности установлены, но их еще не достали. Так что вот такая вот действительно страстная пятница прошла вчера в Украине. Ну и сегодняшний день, московиты не оставляют нас в покое, продолжают убивать. Сегодняшний день отличился тем, что пока версталась информация для этого видео, российская артиллерия нанесла артиллерийский удар по городу Херсону. В результате удара в городе погибла мама и дочь, две женщины, которые шли через парк, просто шли через парк. Вот такая вот обстановка накануне Волыкодня, такого святого праздника для Ав в Иерусалиме сходит благодатный огонь, уже на данный момент. Видите, у нас гибнут люди от московских оккупантов, а там творятся божьи чудеса. Ну да ладно, возвращаемся к оперативной обстановке. За прошедшие сутки 9 авиационных и 19 ракетных ударов нанесли московские оккупанты. 13 огневых ударов из реактивных систем, точнее, извините, 13 из систем ПВО ракетных ударов С-300 и 6 из других систем. В основном удары пришлись по городам Славянск и Краматорск, ну в Славянске я вам уже рассказал, что произошло вчера. А также 42 огневых удара из реактивных систем залпового огня. По позициям, в основном, конечно же, по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть погибшие и раненые мирные жители, также разрушенные дома, в том числе и мирных жителей. Вероятность нанесения ракетных ударов и авиационных ударов по всей территории Украины остается довольно высокой. Ну а противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на оперативных направлениях Лиман, Бахмут, Авдеевка и Маренко. В Бахмуте и Маренке продолжаются самые ожесточенные бои. За прошедшие сутки было отбито 56 вражеских атак, но это на всех четырех направлениях. Просто в Бахмуте и Маренке эти направления наиболее активны и количество атак, конечно же, больше, чем на Авдеевке и на Лимане. По оперативным направлениям, здесь Волынь, Полесье, Сиверщина и Слобожанщина, здесь оперативная ситуация существенно не изменилась. Признаков формирования наступательных группировок российских войск мы не наблюдаем. Некоторые подразделения российских вооруженных сил находятся на территории Республики Беларусь и проводятся полная проверка боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь. То есть Лукашенко решил укатать свои войска в полях с нескошенными травами. Так можно сказать. Но хорошо, пусть тренируется, пусть проверяет свою боевую готовность. Главное, чтобы не влазили в нашу войну, в наш конфликт. Далее. В течение прошедших суток противник обстреливал населенные пункты Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Купенское и Лиманское направления. Здесь локальные бои вдоль всей линии соприкосновения, то есть вдоль всего фронта. Артиллерийские обстрелы с обоих сторон, то есть идут артиллерийские дуэли. В течение прошедших суток враг провел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Деброва. Но, к сожалению, улучшил свое тактическое положение в районе населенного пункта Белогоровка, Луганская область. Бахмут. Тут продолжаются наступательные действия со стороны московских оккупантов. Идут тяжелые бои в самом городе. Враг пытается пройти аллею Рос и закрепиться у железнодорожного вокзала города Бахмут. Пока идут боевые действия и точно сказать на данный момент, где проходит линия боевого соприкосновения, к сожалению, невозможно. Авдеевка-Маренко. Тут противник сбавляет темпы наступления из-за погоды. Там дожди, все раскисло. Продолжаются безуспешные попытки противника улучшить свое тактическое положение в Первомайском, Марьинке и Унивельского. А также в районе Углидара. То есть они даже в районе Углидара начали последнее время пытаться атаковать. Но безуспешно. Здесь в самой Марьинке идут очень ожесточенные бои по сравнению. А вот на этих, на Авдеевском направлении и в районе Углидара противник атакует, но не так активно и не с таким напором. Шахтерское направление. Здесь наступательных операций за минувшие сутки противник не проводил. Ситуация без изменений. Ну и Запорожское и Херсонское направления. Здесь продолжаются перестрелки вдоль всей линии фронта. Более 40 населенных пунктов подверглись огневому воздействию со стороны российских оккупационных войск. Ну а с нашей стороны мы наносили огневые удары по российской артиллерии, которая обстреливала нашу территорию. Как вывод, за прошедшие сутки можно сделать следующее, что глобальное влияние погоды в эти дни ощущается почти повсюду. На всех оперативных направлениях. Погода очень дождливая, очень сырая, земля раскисшая, техника вязнет в этой жиже, пехота практически тоже вязнет в этой жиже. И какие-либо продвижения затруднены. Там, где более-менее твердый грунт, та же Марьинка, тот же Бахмут, там идут активные боевые действия. Потому как на другой, на открытой местности такие действия проводить сегодня из-за погодных условий практически невозможно. Поставленные военным руководством России задачи на 2023 год остаются неизменными. Но ни одна из них не выполнена. Буквально вчера мы с вами обсуждали, я вам говорил, что новый дедлайн, по нашей информации есть новый дедлайн, это конец месяца взятия Бахмута. Что его возьмут к концу месяца. Ну пусть попробуют, в очередной раз. Не дождетесь. Который... Также враг имеет незначительный успех в Белогоровке. Я уже говорил это, они улучшили, немного улучшили свое тактическое положение. Которая важна для дальнейших оборонительных действий в Серебрянском лесничестве, в районе Кременной. Вот здесь, да, надо констатировать, что есть подвижка, улучшение тактического положения со стороны противника. Ну а на оккупированных территориях ситуация не улучшается, а наоборот ухудшается. Захватчики продолжают совершать мародерство на временно оккупированной территории Украины. В частности в Новокаховском районе Херсонской области отмечены случаи слива масла из электротрансформаторов. Что в свою очередь приводит к отключению отдельных улиц, населенных пунктов района. То есть видите, они даже оставляют людей без света. Сливают с трансформаторов масло, естественно срабатывает защита и трансформатор отключается. Без охлаждения он работать не будет. На вопросы местных жителей, зачем вы это делаете, они говорят, если придут ваши, то они вам все исправят. Ну имеется ввиду вооруженные силы Украины. Тут непонятно, либо они не уверены в том, что они удержат. И просто вредят населению. Кстати, это одна, я так думаю, что скорее всего это связано даже, они может так говорят для информационного прикрытия. А скорее всего это связано с тем, чтобы оставить людей без электрики, без интернета, без средств коммуникации. Вот что самое, без мобильной связи. Я вам скажу, что там на оккупированных территориях, ну по опыту здесь, боевых действий в районе Киева, вышки мобильной связи после отключения стационарного питания тянули максимум час. Через час падал интернет, еще через полчаса падала мобильная связь. Все. Это сейчас уже все быстро научились, генераторы купили, аккумуляторы поставили. И теперь, даже если вырубают свет на длительное время, все работает. Коммуникация работает. А на оккупированных территориях, там же никто модернизацию вот этих серверов и транслирующих станций не проводил. Поэтому слив масла с трансформатора и отрубив его таким образом, через час население остается без связи и света. Ну без света сразу, а без связи через час. Никакого интернета и можно рассказывать любые сказки, что там на фронте такие успехи, что уже до Луны дошли российские оккупанты. Вот такая вот ситуация на оккупированных территориях. В Черном море, на 11 часов сегодняшнего дня, в Черном море на боевом дежурстве находятся 10 вражеских кораблей. Среди которых два носителя крылатых ракет «Калибр», общий залп которых может составить до 8 ракет. Ну и урожай, который собрали наши силы обороны за прошедшие сутки в ходе уничтожения противника. Итак, личного состава уничтожено за сутки 460 человек, танков 3 единицы, боевых бронированных машин 4 единицы, артиллерийских систем 1 единица, автомобильной техники и автоцистерн 6 единиц, специальная техника 3 единицы. Вот такие вот военные события произошли в Украине за прошедшие сутки. И мы с вами переходим к военно-политическим событиям, которые происходят в нашей стране и вокруг нас. И начнем опять же с приятного. Это Дания, правительство Дании. В начале этого года правительство Дании решило передать Украине все 19 САУ «Цезарь» французского производства. Они закупили у Франции 19 САУ «Цезарь». И сейчас они, ну они в начале года приняли их решение передать их Украине. Но на данный момент ситуация следующая. Наши артиллеристы закончили обучение на этих «Цезарях» и сейчас они будут переправляться вместе с САУ, будут переправляться в Украину. 19 САУ – это дивизион, артиллерийский дивизион полноценный. Единственное, что осталось решить, это технические сложности с передачей. Но в принципе, как говорят в правительстве Дании, все вопросы решаемы. И планируется, что «Цезарь» будет доставлен в Украину в ближайшие недели. То есть неделя-две и этот дивизион артиллерийский станет «Строй сил обороны Украины». Далее, Академия наук, медицинских наук Украины сообщает о том, что у нас, ну в принципе, отмечалось это с самого начала войны, благодаря волонтерам, благодаря нашим медикам и самоорганизованности наших людей, у нас система медицинского обеспечения работает с такой эффективностью, что более 80%, а именно 82% раненых и больных военнослужащих возвращается в строй. Вот такова и самое главное, что об этом нам сообщил президент Национальной Академии медицинских наук Виталий Цинбалюк. Так вот, благодаря объединению усилий военной и гражданской систем здравоохранения, единому медицинскому пространству на сегодняшний день 82% раненых и больных военных возвращаются в строй. По его информации, смертность на этапе эвакуации с поля боя снизилась до 1,35%. То есть, 1,35% смертность раненых на этапе эвакуации. То есть, первая помощь, доврачебная помощь, оказывается очень быстро и очень квалифицирована. Вот это надо отдать должное, что количество, что наши раненые, у них есть шанс на выживание и на восстановление. Далее, воинов с ранениями в сердце за 6-8 часов могут доставить медицинские учреждения Харькова, а за 12 часов могут доставить медицинские учреждения Киева. То есть, у нас вся страна, видите, опыт... Вот здесь надо отдать должное, опыт предыдущих лет по эвакуации и оказанию помощи раненым, он сработался. И построена целая система приема и транспортировки, и лечения раненых, которые поступают с линии фронта. Даже при таких интенсивных боевых действиях, в принципе, наша медицинская система справляется. На Запорожской атомной станции происходят непонятные вещи. Окупанты готовятся блокировать персонал станции. Об этом сообщает Энергоатом. Довольно нехорошая тенденция. Они начали завозить на станцию воду, бутилированную воду, и продовольствие, накапливать там продовольствие. Мы уже видели такое, когда на Чернобыль, захватив Чернобыльскую атомную станцию, они удерживали персонал, не отпускали рабочую смену. Удерживали персонал довольно длительное время, и фактически персонал станции находился в заложниках. Около месяца они его удерживали. Для что сейчас готовится на Запорожской атомной, трудно предположить. Хотя, можно сделать допуск на то, что они понимают, что контрнаступление вооруженных сил Украины неизбежно. И, возможно, готовятся удерживать персонал станции, персонал как заложников. Ну, а станцию будут пытаться торговаться, если наши войска подойдут к станции и возьмут ее в окружение. И еще раз напоминаю, что никто, я практически уверен на 99%, что никто штурмовать в лоб станцию не будет. Станция будет, если освобождаться, то, скорее всего, какими-нибудь специальными методами. Поэтому, наверное, они и готовятся к длительному пребыванию в осаде, накапливая там и воду бутилированную, и продукты длительного хранения. Причем, это происходит открыто. Кстати, напомню, что они вокруг станции установили еще дополнительный забор с колючей сетки стальной и колючей проволоки. То есть, территория станции расширена за счет вот этого нового забора. Далее, во Львовской области заработал всеукраинский центр по протезированию, реконструктивной хирургии, реабилитации, психологической поддержки для людей, пострадавших в результате военных действий России. Все услуги для пострадавших в результате российской агрессии бесплатные. Так что, я считаю, что это стоило, чтобы довести до наших граждан, людей, кто пострадал, кто получил ранения или какие-то увечья, и нуждается в реставрации, в протезировании и других реабилитационных мероприятиях. Так что, ищите, гуглите, есть сайт, есть адрес и, пожалуйста, обращайтесь. Ну, а мы с вами продолжаем. И Финляндия. Финляндия, мало того, что Финляндия приняла активное участие в самых масштабных военно-морских учениях НАТО на Балтике. Я вчера вам рассказывал. Ну, и финны решили, что НАТО не НАТО, но надо бы обезопасить свои границы. И усиленными темпами приступили к строительству забора на границе с Российской Федерацией. Я так понимаю, что теперь уже, если раньше Советский Союз, ощетинившись штыками винтовок, отгораживался от всего мира, то теперь весь цивилизованный мир отгораживается от Российской Федерации, как от прокаженного. Финны струят забор вдоль всей границы, об этом сообщает Рейтерс. И есть предположение, что с наступлением теплых времен, то есть где-то в конце весны, в начале лета, могут быть предприняты попытки создания искусственного мигрантского кризиса на границах, в том числе и Финляндии. Помните мигрантский кризис на границе Польши, Белоруссии? Лукашенко устроил. Вот примерно финны предполагает, разведка НАТО предполагает, что возможны такие. Поэтому Финляндия спешит и хочет к лету уже построить забор для того, чтобы предотвратить такие возможности со стороны Российской Федерации. Наша делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгелем находится сегодня в Соединенных Штатах. И там обширная программа по переговорам с различными и с МВФ, и с Всемирным банком, и с министрами финансов стран Большой Семерки. И мы имеем уже первые результаты. Премьер-министр на пресс-конференции огласил, что Большая Семерка выделяет Украине 5 миллиардов долларов. Это дополнительные 5 миллиардов еще на поддержание нашей экономики и жизнедеятельности нашего государства. По результатам переговоров министры финансов стран Большой Семерки заверили в выделении для Украины дополнительной поддержки на сумму в 5 миллиардах. Речь идет о дополнительных пакетах поддержки от Франции, Германии и Великобритании. Так что вот такой вот пакет помощи мы получаем еще от стран Большой Семерки. Кстати, там и Япония не отстает. Япония выделяет нам 400 миллионов долларов на восстановление и развитие энергетической сферы. И безопасности в энергетической сфере. Так было сформулировано. Так что видите, нам помогает, деньги выделяет, есть помощь от наших стран-партнеров. Ну и тут президент Макрон отличился опять. Он как-то так нисходит с страниц газет. Он тоже подписал, сегодня утром президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о повышении пенсионного возраста во Франции до 64 лет. Хотя профсоюзы просили не подписывать этот закон, и они собирают, и там надо собрать определенное количество подписей, ну там цифра почему-то называлась 4,8 миллионов подписей, они собирались собрать на проведение всенародного референдума во Франции. По поводу того, чтобы не поднимать вот этот пенсионный возраст на 2, у них сейчас 62, они хотят поднять на 2 года. И тем самым они считают, что они уменьшат нагрузку на пенсионный фонд. Это уже до этого протесты были очень сильные. Ну и сегодня с утра люди начали выходить на протест. Чем это закончится, непонятно. Некоторые даже политологи, политологи в Европе предрекают, что это может привести к досрочной отставке Макрона как президента с этого поста. Но тем не менее, кстати вот на данный момент уже Леон, Нант, Марсель и Рене, там люди вышли на улицы, начинаются протесты. Я думаю, что вечером уже будут гореть баррикады, будут построены баррикады и будут гореть автомобили. Почему-то во Франции это традиция. Когда идут протесты, то жгут автомобили, которые стоят припаркованные в городах. Ну а насчет строительства баррикад мы с вами помним на Елисейских полях. Помните желтые жилеты, да? Они очень быстро это все делали. Так что во Франции начинается очередная волна протестов и противостояния руководства страны и населения. Кто победит, кто кого передавит, тут посмотрим. Очень интересно будет наблюдать, чем же все это закончится. Когда-то при поднятии до, по-моему, до Саркази поднимал до 62, на 2 года тоже пенсионный возраст. Ну и ему это стоило второго президентского срока. Он не смог баллотироваться после проведения вот этого первого этапа пенсионной реформы. Но опять же Франция не перестает нас удивлять французские журналисты. Внимание, государственного французского телеканала Франция 24. Официально аккредитовались в Российской Федерации и поехали в лагерь подготовки российских мобилизованных. Сняли там репортаж и сейчас этот репортаж гуляет по всем каналам французского телевидения. Так вот, они рассказали, как российские мобилизованные готовятся сражаться с врагами. Враги это мы. Что вражеское контрнаступление Украины они собираются отражать. Они были в каком-то танковом подразделении. Французский журналист, цитирую одного из солдат, вот в этом лагере подготовки российском, назвал контрнаступление украинских войск враждебным. А в самом сюжете нет упоминания о том, что российские военные совершают незаконную агрессию против Украины. Ну и дальше там цитаты российских военных о том, что деды воевали, мы тоже идем воевать. И естественно, что российская техника намного лучше западной, что аналогов нет. И мы всех разгромим и всех победим. Вот вам государственный канал французский выдал на гора такой сюжет. И сейчас он гуляет по европейским каналам телевидения. К величайшему сожалению. И никакой со стороны, я надеюсь, с нашей стороны будет реакция. Ну а реакции со стороны руководства Франции или Министерства культуры Франции, которые отвечают за информационное пространство и деятельность государственного, подчеркну, государственного канала Франце-24, ни пока никакой не последовало. Отменяются парады. Тут как бы парады на 9 мая в Российской Федерации. Об этом пишет Atlantic Council. Они почему-то пишут, что Путин отменяет парады победы в регионах Российской Федерации. Ну и почему-то Atlantic Council предполагает, что это связано с отсутствием из-за нехватки танков. Ну, видимо, армат не хватает, их всего там сколько? Шесть парадный расчет. Их никуда же не задействовали, они же стоят в боксах в Подмосковье. Ожидают следующего парада. Но видно, шесть танков решили не делить по одному между регионами. Вот, все равно не хватит. А на Т-62 или на Т-55 решили парад не проводить. Ну, это если верить Atlantic Council. Но то, что парады отменены на 9 мая в Курской, Белгородской областях, а также в оккупированном украинском Крыму, и официальная причина названа это соображение безопасности, так как эти регионы граничат с Украиной. Ну, имеется ввиду Курская, Белгородская. Крым-то понятно, что это Украина. Так что, но на самом деле в Atlantic Council считают, что из-за потерь на фронте Россия просто не может похвастать военной техникой, чего власти не хотят признавать. Вот это, я думаю, причина наиболее популярная или наиболее правильная. Вот так надо сказать, сформулировать. Действительно, если посмотреть на количество потерь, то боевой состав по танкам уже закончился. Там было 30,5 тысячи танков в боевом составе. Сегодня уже уничтожено даже больше, чем 3,5 тысячи. Ну и продолжая российскую тему. Китай. Китай опять попался на... Ну, видите, Китаю верить себя не уважает. Китай действует так, как он хочет. И, в принципе, наплевательски относится. После этого они хотят, чтобы с Китаем считались и с Китаем кто-то дружил. Китай пойман на торговле с заводами, находящимися на оккупированной украинской территории. В частности, Дебальцевский завод металлургического машиностроения торгует медью. И эту медь покупает Китай. Об этом пишет издание Reuters. Что, в принципе, запрещено. Китайская компания за год войны, за полгода точнее, с октября 22 года по март 23 года, то есть практически вот по две недели назад, за этот период, Кьюжоу-Нова приобрела по меньшей мере 3220 тонн медных сплавов на сумму 7,4 миллиона долларов у Дебальцевского завода металлургического машиностроения. Западные санкции запрещают любую международную торговлю с оккупированными Россией территориями Украины. Ну, Китаю глубоко наплевать. Зато Китай хочет, чтобы мы сели с Россией за стол переговора. Вот теперь понятно, почему хочет. Пока мы будем вести переговоры, Китай будет спокойно вывозить продукцию наших предприятий, которые сегодня захвачены российскими оккупантами, которые захвачены москвитами. Вот такая вот. Ну и в сегодняшнем военно-политическом обзоре вишенкой на торте становится происшествие в Казани. В районе города Казань на военном полигоне сегодня произошел мощнейший взрыв. Официальной информации пока никакой нет, но из социальных сетей, из пабликов местных жителей мы видели этот взрыв. Там действительно очень большой мощности, довольно высокий столб дыма поднимается. Так вот, местные жители в Казани пишут, что около 30 погибших и около 70 раненых. Это что-то взорвалось на полигоне. Что именно, пока не уточняется. Я думаю, что не пройдет и часа, как уже напишут, что взорвалось и что там. Но пока что фигурирует вот такая вот цифра. Даже здесь они несут потери, не доехав до Украины. Вот такие военные и военно-политические новости произошли сегодня в Украине и вокруг нашей с вами страны. Сегодня по традиции я сделаю маленькую паузу, только для того, чтобы переключиться на те вопросы, которые вы задали к предыдущим видео. Чаек все рвнуть не получится, чай закончился. И поэтому мы с вами, я напомню, что те, кто не подписан, подпишитесь на мой канал. Все, кто смотрит это видео, поставьте, пожалуйста, ему лайк, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. И мы с вами продолжим по традиции ответом на те вопросы, которые вы задали к предыдущим видео. И первым вопросом сегодняшнего видеообзора будет следующий. Скажите, пожалуйста, что будет с танком и с экипажем, если в его лобовую броню попадет обычный фугасный снаряд 122 мм? И будет ли в этом случае разница между Т-72 и Леопард-2? Спасибо, слава Украине! Ничего не будет. Максимум, что может быть, это в результате взрыва снаряда при ударе о броню танка, осколочного фуга, обычного, если вы говорите в обычный фугасный снаряд, экипаж почувствует, танк может остановиться. Особенно Т-72, потому что это средний танк, у него плюс-минус 46 тонн вес, поэтому он может остановиться. И экипаж, естественно, почувствует удар и воздействие взрывной волны. Леопард, он 55 тонн, поэтому он меньше, он тоже почувствует удар и, естественно, содрогнется. Но более танку вы не причините вреда. А если учесть, что на танке стоит еще активная реактивная броня или защита, то часть энергии взрыва осколочного фугасного снаряда будет вообще размазана или компенсирована срабатыванием вот этой активной реактивной брони. В годы Второй мировой войны фиксировались случаи, когда снаряд 152 мм мог проломить лобовую броню танка. Ну вы же понимаете, лобовая броня танка в годы Второй мировой войны это одно и сегодняшнее это другое. И там бралось за основу снаряд 152 мм, а здесь вы спросили за снаряд 122 мм. Он, конечно же, легче и, конечно же, его кинетическая энергия намного ниже, чем у 152-го. Так что ничего от осколочного фугасного снаряда экипажу и танку ничего не будет. Удар, взрыв, сотрясание и продолжит движение. Витания Злытвы. Большое спасибо вам за ответы. Вопрос. Как я поняла, Змей Горыныч делает 100-метровый прямой проход в минном поле. И вся техника строгой прямой колонии едет по этому проходу. Но если это видит враг, то он точно знает, где нанести удар. Спасибо, спасиби, героям и героиням. Смотрите, конечно же, Горыныч в УР-77 или Метеор, это российский вариант этой системы дистанционного разменения. Да, он проделывает проход и, естественно, техника устремляется в этот проход. Но, во-первых, он проделывает не один проход. У него как минимум готовыми к применению два заряда. То есть он отъезжает в сторону и делает второй проход. И дальше, ну дальше это бой. Понимаете, война это динамичный процесс, причем обоюдный процесс. Не бывает такого, что одна сторона ждет, пока другая что-то сделает. Конечно же, образовав эти проходы, техника, которая идет в наступление, она устремляется в эти проходы. Проходы преодолеваются на максимальной скорости. То есть, входя в проход, механик вдавливает педаль в пол и старается максимально проскочить эти 100 метров. И так поступают другие машины. Потом они опять разворачиваются за минным полем, они опять разворачиваются в боевой порядок и продолжают атаку. Конечно же, противник в это время будет стараться своей артиллерии поставить заградительный огонь, чтобы остановить или создать пробку в этом минном проходе, подбить несколько машин, создать пробку. Плюс будут сосредотачивать работу противотанковых средств на этих участках. Вот в этом и состоит навченность войск, умение действовать на тактическом уровне, быстро свернуться в походный порядок, преодолеть проход в минном поле, развернуться опять в предбоевой порядок и продолжить атаку. Это если вы наступаете. Но если вы обороняетесь, то ваша задача создать, подбить хотя бы не одну или две машины, для того, чтобы создать пробку в этом проходе и не дать возможности противнику продвинуться. То есть, тут нельзя все так вот сделать, чтобы все было хорошо, и ты ударил по врагу, все, враг в обмороке, а ты в это время идешь и наступаешь, и берешь его в плен или убиваешь. Нет, так не бывает. Конечно же, процесс всегда обоюдный. Кто-то делает проходы в минных полях, а кто-то пытается эти проходы закрыть брешью. Кстати, для этого делается, допустим, смотрите, можно применять вот этого змей Грыныча, он как минимум один сделает два прохода, потом ему надо перезарядиться, но при этом же вы не забывайте, что есть техника, в каждой роте есть минный трал, или два даже минных трала, там на взвод, по-моему, один минный трал. И танк идет с минным тралом, за ним устраиваются другие танки. Рядом проход, тут танк с минным тралом, через 200 метров еще один танк с минным тралом, и за ним проходят другие. То есть, это получается комплексное мероприятие. И, естественно, этих проходов становится много с каждой минуты. А еще перед этим, если поработает артиллерия, артиллерия, кстати, у артиллерии есть такая огневая задача, как дистанционное разминирование, или, точнее, не разминирование, а создание проходов в минных полях с помощью огня артиллерии. Когда артиллерия делает примерно то же самое, что делает Смей Горыныч, только она это делает с помощью введения огня по минному полю. Пробивание вот таким вот образом, пробивание. Мина либо сдетонирует от взрыва снаряда, либо ее выбросит взрывной волной. Соответственно, таким образом очищается местность, и дальше танки могут, или бронетехника может идти спокойно по проходу, сделанному артиллерией. Так что, вариантов очень много. Существуют ли варианты защиты от солнцепечки? Ну, я понимаю, что вы соревновали. Да, я объяснял уже. Защита от боеприпасов объемно-детонирующего взрыва это нахождение в закрытых помещениях. Туда, куда не попадает вот этот вот аэрозоль или вот эта смесь, взвешенная смесь, которая потом детонирует в воздухе. Если в то помещение, в котором находится личный состав, попала хотя бы часть этой смеси, она подорвется и создаст эффект тот, который либо выжгет кислород и отрицательное давление, либо создаст эффект избыточного давления. И тогда в любом случае человек получает контузию и травмы, несовместимые с жизнью. Если личный состав находится, допустим, в бронетехнике, они просто закрывают люки и в герметичном пространстве максимум, что машина содрогнется от этого подрыва. Но личный состав остается живой. Или, допустим, если помещение закрывается и в него не попадает, тогда максимум взрыва может повыбивать стекла и двери, но при этом личный состав остается живой и невредимый. Так что, да, средства борьбы есть. Просто вопрос, когда его применяют, в окопе некуда деваться. Вот в чем проблема. Блиндаж не спасает. Нора для укрытия тоже не спасает. Надо выйти из этого облака или из зоны поражения, успеть убежать из зоны поражения вот этого облака, которое образуется в результате взрыва. А разница между падением вот этого снаряда баллона, так называемого, и детонацией вот этого газа, который выходит из баллона, она очень маленькая. Там буквально 1-2 секунды, пока распространяется газ, и потом происходит детонация и подрыв этого взрывоопасного облака. Доброго дня. Питание. Чему россияне не используют Ту-160 «Белый лебедь»? Колись у выпуску вы казали, что это очень хорошо. Чему? Неужели такая большая разница между теми бомбардировками, что оккупанты используют для своих ракетных терроров? Слава Украине! Смотрите, дело в том, что Ту-160, в отличие от Ту-95, имеет одну конструктивную особенность. У него нет внешних подвесов для крылатых ракет. У него есть внутри фюзеляжа, у него стоит два барабана по шесть ракет. На каждый барабан может цепляться шесть ракет. И может он сбрасывать ракеты только из этих барабанов. Открывается бомболюк, и он сбрасывает ракету. Но Ту-95 создавался под ракету Х-55. МС. У него ракета. Это ее модификация. Судя по тому, что их не применяют, этих ракет нет. Дело в том, что Российская Федерация занималась активной модернизацией и вот этих ракет. И на сегодняшний день СМ ракета. Х-55 СМ. И на сегодняшний день эти ракеты в основном модернизированы в Х-555. И поэтому они пускаются только с Ту-95 с подвесов на крыле. Их подвешивает. Их 10 штук. У него 5 подвесов. Один на фюзеляже, 4 на крыльях. По 2 с каждой стороны. Итого 10 ракет может взять Ту-95 МС. А Ту-160 практически остался без боекомплекта. Для того, чтобы допустим в него он может еще брать на борт ракеты меньшей дальности Х-15С. Но для этого надо модернизировать самолет. Надо поменять барабаны. Чтобы они могли чтобы в них можно было цеплять ракеты меньшего меньшего диаметра. То есть особенность техническая особенность. А для того, чтобы он мог поднять бомбы как бомбардировщик надо опять нужна модернизация самолета. Надо убирать барабаны и делать бомбовую подвеску внутри в этих фюзеляже самолета. То есть Ту-160 он создавался под определенный тип ракет. Этот барабан адаптировался под определенный тип ракет. Я так понимаю на сегодняшний день ракет Х-55СМ которые были предназначены для подвеса в эти барабаны у Российской Федерации видимо уже нету. Они их преобразовали в Х-555. Скорее всего. Это такое мое предположение. Поэтому Ту-160 и не применяется для нанесения этих ударов. Плюс вы не забывайте что Ту-160 он более высокоскоростной он менее маневренный и соответственно ему надо больше времени для боевых разворотов и соответственно он занимает больше район для производства пусков ракет. Поэтому они его и не используют. так следующее вопрос а не вважаете что американцы цей злив сделали специально показать что их развинута разведка у всех странах работает профессионально а злитые все все краины а злитые все краины которые намагались допомогать московитам дякую. Ну да эта версия имеет право на жизнь. Я кстати сейчас не буду тогда сильно сильно дебатировать по этому вопросу в комментариях есть шикарный комментарий такой хорошо написанный я его зачитаю вы все поймете я разделяю эту точку зрения я думаю что это больше всего на мой взгляд это похоже на такую очень хорошо продуманную спецоперацию ЦРУ по сливу той информации которую надо было слить особенно на эту мысль меня наталкивает поведение России Россия очень болезненна они молчат как мыши затаившись в углу по поводу этого слива боятся его даже комментировать там кстати очень много интересных вещей ну там практически все про Российскую Федерацию недаром по моему Нью-Йорк Таймс я уже говорил вчера недаром написали что этот слив секретной информации показывает что спецслужбы Соединенных Штатов имеют полный доступ к тому что творится в Российской Федерации к тому что вообще чем занимается чем дышит спецслужбы Российской Федерации вот даже так бы я сказал смотрите слили все что в пользу США слили Египет который пытался с которым Россия пыталась тайно договориться на 40 тысяч снарядов для системы ГРАД в обмен на зерно слили Китай который хотел поставлять России вооружение и теперь Китай оправдывается делать официальные заявления о том что мы не будем мы не поставляем вооружение там кстати Анна Лена Бербок поехала Боррель испугался поехать в Китай а Анна Лена Бербок поехала и я скажу что она очень жестко раскатывает Китай в Пекине там же в Китае она обвиняет их в том что они пытаются занять сторону агрессора и ставит им в укор что они являются постоянным членом Совета Безопасности ООН а при этом пытаются занять сторону агрессора пытаются России помогать вооружение Китай там только оправдывается она молодец в отношении в отличие от Макрона который там лобызался с Си Цзепинем и потом приехал начал поддерживать точнее там в Китае начал поддерживать идею переговорного процесса и остановки войны и приехав в Париж тоже то же самое начал проводить так что эта операция про состояние спецназа российского там тоже информация которую бы россияне очень не хотели озвучивать но почему-то и кстати вычитала эту информацию в этих секретных документах немецкое издание Deutsche Welle журналисты опубликовали такую статью о состоянии сил специальных операций Российской Федерации и не думаешь Россия в восторге а чтобы все подумали на Россию взяли и потери цифры потерь переписали там изменили в пользу Российской Федерации все подумали ага раз тут фальсификация значит это Россия они скрывают потери вот какие негодяи украли у американцев секретные документы вот вам и такой ну на мой взгляд такая версия которая имеет право на жизнь такой вот может быть расклад почему систему Сан-Цепёк не уничтожили под Бахмутом если она если они подъезжают на 5 километров до цели а в часа в Яре стоит наша артиллерия или или Химарсы так дело в том что опять возвращаемся к тому что война это обоюдный процесс и очень динамичный процесс вот что самое главное ну во первых Сан-Цепёк имеет дальность до 10 километров значит он на 5 как минимум он стоит за 3-5 километров от линии фронта фронта и на глубину до 5 километров его же задача бить по переднему краю ему же надо задача его уничтожить либо нашу линию обороны чтобы российские войска могли её прорвать поэтому во-первых он стоит не на переднем крае он стоит где-то в 3-5 километров это раз второе у него время залпа 20 секунд это полупрямая наводка она не требует подготовки данных для стрельбы как это допустим требует ствольная артиллерия или реактивная артиллерия они здесь выехали и причем точность там особая не нужна им плюс-минус 100 метров это не проблема один залп Сан-Цепёка накрывает 40 гектаров на минуточку поэтому снаряд там вправо влево это ерунда они сориентировали приехали во-первых он боевое положение приводится там 30 секунд сориентировали пакет направляющих еще там минута в худшем случае если гироскоп установлен и не помню не помню надо посмотреть ТТХ то вообще он выезжает уже сориентированный на остановился у него есть и у него есть дирекционный угол оси машины все он наводит пакет 20 секунд 20 снарядов улетело он еще 30 секунд привелся в походное положение и уехал как вы это надо это надо чтобы разведка засекла момент когда выдвигается Сан-Цепёк на огневую позицию и примерно знать район где он развернется и дать артиллерии координаты чтобы она ударила по этому району это практически нереально нереально в режиме вот так вот поймать на огневой позиции выпрыгивающий или надо знать район где он заряжается допустим опять же это кто это должна разведка своими ножками туда пройти вычислить район где стоит где стоит транспорт с боеприпасами из которого будет заряжать этот Сан-Цепёк да он находится где-то 5-10 километров от переднего края в какой-нибудь лесопосадке вот если это место вычислить то туда можно ударить хаймарсом или допустим дальнобойной артиллерией тогда да я согласен ну а в остальном вот в том-то и заключается война что это обоюдный процесс и очень высокодинамичный попробуй поймай кто кого перестреляет или кто кого перехитрит можно можно ли бороться с планирующими бомбами с помощью электронных ружей или других средств радиоэлектронной борьбы могут ли они вывести из строя электронику управления и перевести планирующий полет на заданную цель в пикирующий полет вопрос теоретический наверное поскольку успеть засечь падающую или пролетающую мимо бомбу сложно слава Украине но вопрос и нерешаемый скажу так электронику вы бомбы рэбом не выведите потому что управление закрылками которые цепляются на эту бомбу осуществляется проводным способом единственное что может рэб сделать это если рэб давит сигнал GPS на основании которого эта бомба ориентируется в пространстве и координирует или направляет свой полет если в районе применения этой бомбы погасить сигнал GPS это очень сложно и это можно сделать на небольшом на небольшом участке мощность рэба должна быть колоссальная чтобы покрыть большой район современные станции покрывают довольно небольшую площадь только в этом случае бомба может сбиться с ориентировки и перейти в пикирующий полет во всех остальных случаях вы ничем не навредите этой бомбе кстати есть хорошая фотография где полуторатонная бомба подвешенная уже под крыло самолета по моему Су-35 и там видно вот этот вот комплект который к ней прицеплен я вам скажу что этот комплект сделан топорно-гнездовым способом как в русском анекдоте с помощью долота и какой-то матери они сделали этот комплект там обыкновенные хомуты стянутые болтами прямо на головную часть и хвостовую часть бомбы два хомута снизу на бомбе получается балка металлическая к которой прикреплены вот эти вот эти самые крылышки они открываются сразу после сброса бомбы и там маленький блочок на хвостовой части бомбы маленький блочок с аккумулятором который управляет этими закрылками принимает сигнал GPS и управляет этими закрылками все настолько она проста и кустарна что ну а проводной системе управления РЭП сделать ничего к сожалению не может здравствуйте почему нельзя вылететь нашим самолетом вокруг Крыма по нейтральной территории и ударить по Крымскому мосту потом благополучно вернуться обратно тем же маршрутом и вы такие наивные думаете что российская авиация не выйдет навстречу нашим самолетам и не даст им воздушный бой над Черным морем американцы американцы тоже так думали пока российские истребители в нейтральном небе не завалили американский беспилотник конечно же авиация и средства ПВО не подпустят а вы еще не забывайте что есть чем ближе к Крыму тем больше вероятность еще попасть в зону действия ПВО тех кораблей которые Черноморской эскадры которые сегодня либо находятся на боевом дежурстве либо находятся в портах либо оккупированного Крыма либо Новороссийска они что же да они слабее конечно там главный главный защитник с неба был крейсер Москва почивший годовщину затопление которого мы буквально вчера позавчера отмечали точнее но все равно у этих кораблей есть ПВО плюс еще раз повторюсь плюс авиация России поверьте она встретит наши самолеты сразу после того как они выйдут поднимутся в воздух и выйдут в акваторию воздушное пространство над Черным морем так что нет если бы этот вариант был возможен поверьте наши Су-24 давно бы добрались до Крымского моста бабахнули бы его и спокойно бы улетели домой к сожалению это сделать на сегодняшний день нельзя как летчик самолета добрый вечер как летчик самолета выполняет маневр уклонения от ракеты в какой момент если у самолетов специальный радар получает ли информацию о расстоянии до зенитной ракеты ее скорости времени контакта возможном типе существуют ли различные типы маневров в зависимости от типа ракеты о каких дистанциях вы говорите слава Украине да он получает информацию о дистанции с которой пущена ракета у пилота основной цифрой является время он видит что его облучили то есть захват произведен он попал в прицел и вражеский летчик нажал кнопку захват это сразу же бортовой радар самолета выдает выдает пилоту и соответственно бортовой компьютер выдает пилоту информацию что сделан пуск ракеты по тактико-техническим характеристикам пилоты примерно знают скорость время и они же знают дистанцию до вражеского самолета сколько у него осталось тут два момента есть первое это отстрел тепловых ловушек как правило она отстреливается в две стороны и как правило отстрел тепловых ловушек если правильно их отстрелить то они уводят ракету от самолета то есть у ракеты самолет множатся цель и она уходит а так как как тепловые ловушки дают температуру намного больше, чем выхлоп самого самолета, то ракета принимает за цель какую-то из тепловых ловушек. Но при этом надо так своевременно сделать отстрел этих тепловых ловушек, чтобы головка самонаведения ракеты успела воспринять и отреагировать на эту тепловую ловушку. Либо летчик совершает маневр, то есть разворот, который не может повторить ракета. Вот это и есть противоракетный маневр. Если он делает разворот, уходит с траектории, ракета пытается повторить этот маневр и, как правило, разваливается от перегрузок. Вот это называется противоракетный маневр. Но опять же, пилот должен чувствовать время, сколько времени осталось до того момента, как ракета попадет в его самолет. Ну и плюс мастерство пилота для того, чтобы он же тоже испытывает перегрузки, машина тоже испытывает перегрузки, чтобы он был в состоянии выполнить этот маневр. И ракета не успела, точнее не смогла повторить этот маневр, чтобы догнать самолет. Так что вот такие вот два способа. Тепловой отстрел тепловых ловушек и выпуск их как ложной цели. И совершение маневра, который не может повторить ракета, идущая на поражение самолета. Чем меньше дистанция пуска ракеты, тем шансов у летчика на выживание, естественно, меньше. У меня вопрос. До уже данного стосовно стволов и наземных систем, а как на рахунок радянских стволов, где беремо их, или выпускает их еще кто-то, окрім расистов? И, соответственно, у них есть технологии ковки стволов. И, возможно, отримать такие технологии, или они тоже потребуют дозволу на передачу? Знаю, что много запчастин на три сокиры мы уже кустарно выработаем сами. Кулебенев много. Дякую, надеюсь, отримать и вашу видповедь. Смотрите, что касается... Ну, я просто вам привел пример ствола миномета. Потому что это самый простой ствол. Я сразу скажу, что ствол миномета самый простой. И почему? Потому что он монолитный. Он делается из одного куска металла. И обработка этого ствола производится методом горячей ковки. Его выковали этот ствол, потом прошлись токарно-фрезерная обработка, и вот вам готовый ствол. Но артиллерийские стволы это очень сложное конструкционное изделие. Дело в том, что монолитных стволов практически танковые стволы еще бывают монолитными. А артиллерийские стволы к системам, для того, чтобы они выдерживали большую нагрузку и были более долговечными, они делаются многослойными. Многослойные стволы могут быть просто многослойными, могут быть скрепленными. Это когда внутренняя часть охлаждается до низких температур, а наружная разогревается. Потом одна вставляется в другую. За счет охлаждения наружной она сжимается, а внутренняя нагревается, расширяется. И ствол называется скрепленным. Есть стволы со свободным лейнером, это 2,3. Это корабельный ствол. Это корабельные орудия, в основном башенного типа, которые имеют дальнобойные, большой дальности и крупного калибра. Это морская артиллерия. Там тоже своя особенность. Поэтому технологии производства стволов, они разрабатываются. Есть классические примеры технологий, которые применяются. Но любая страна может сама разработать свой технологический процесс производства стволов. Главное иметь для этого соответствующее оборудование. И уметь сварить ту сталь с теми характеристиками, которые нужны для ствола. Для производства ствола. Поэтому у нас, кстати, этим занимался до начала массированного вторжения. Краматорский завод тяжелого машиностроения пытался освоить технологию производства артиллерийских стволов. Это не проблема. На сегодняшний день к советским образцам мы используем только складские запасы, которые у нас остались. И по стволам, и по самим орудиям мы тянем еще с тех запасов, которые есть. У нас производства нет. На всей территории бывшего Советского Союза производство артиллерии было только в РСФСР. И чем Россия сейчас и обладает. Я уже называл. Девятое казенное предприятие из состава холдинга Уралвагонзавод. Где-то, по-моему, если я не ошибаюсь, в районе Перми оно расположено. И там они производят. От 30 мм до 240 мм. Это минометы Тюльпан. Все стволы производятся на этом казенном предприятии. Кстати, в интернете есть пару роликов, где показаны. Кстати, там Россия денег не пожалела. Там современные станки с числовым программным управлением импортного производства, которые помогают России создавать артиллерийские стволы для всех видов артиллерии. И танков в том числе. Поэтому все зависит от страны. Сделать можно технологию любую. Возможно ли варианты увеличения дальности планирующих рыбок, ну, в смысле бомб, типа фаб, фугасных авиационных бомб? Нет, я думаю, что невозможны. Почему? Потому что это уже, скорее всего, максимально, что можно сделать. Дальше надо либо увеличивать площадь крыла, а это замедлит скорость и снижение, и скорость полета бомбы. Вы же не забывайте, что бомба получает... Она же не разгоняется, у нее же нет собственного двигателя. Она получает скорость самолета, и дальше за счет сопротивления воздуха она ее теряет. За счет снижения она чуть-чуть ее поддерживает. Поэтому... А увеличение площади крыла, соответственно, даст уменьшение скорости бомбы. Видимо, оптимальный вариант уже просчитан. Это же не просто так придумали, что давайте наденем на нее вот эти крылышки, и она будет планировать там на 70 километров. Я думаю, что это высчитан оптимальный вариант между дальностью и скоростью. Потому что может наступить такой момент, когда она просто упадет в пике. Как летчики говорят, слетит с крыла или упадет с крыла, и просто будет пикировать вниз. Уже и некие крылышки ей не помогут. Допустим, скорость движения бомбы будет критично мала. Так что, вряд ли мы сможем, без каких-либо дополнительных устройств, типа пороховых ускорителей, вряд ли смогут увеличить дальность полета вот этих вот, как вы назвали, рыбок, фугасных фабов. Так что, вот такая вот картина. Ну что ж, на этом мы с вами вторую часть нашего видео заканчиваем. То есть, ответы на ваши вопросы. И у нас остается третья часть. Это пожелания, приветствия и комментарии, которые вы прислали к предыдущему видео. И я их сейчас озвучу. И первым комментарием сегодняшнего дня будет следующий. Был такой француз Астольд де Кюстин, который был сначала фанатом Российской империи, а потом, в 30-х годах 19-го столетия, приехал до Москвы. Сгодом, он написал книжку про свою подорожь. И там были такие рядки. У Захидной Европы терпели крепостный лад. А на Россию его любили. И теперь там ничего не изменилось. Основа любой диктатуры и автократии – это отсутствие в стране мощного гражданского общества. Отсутствие прав и свобод, зомбированная пропаганда населения – это или надуманная внешняя угроза, или захватнические войны, оправданные придуманной исторической справедливостью, или миссией освобождения и спасения. А чаще всего – вместе. Замечательные слова, универсальные для всех народов и на все времена. Декларация независимости Соединенных Штатов. 4 июля 1776 года. Ну и вот тут продолжение. В случае, если какая-либо форма правительства становится губительной, народ имеет право изменить или упразднить ее, и учредить свое правительство, основанное на таких принципах и формах организации власти, которые, как ему представляется наилучшим образом, обеспечат людям безопасность и счастье. Перед зданием парламента Исландии лежит расколотый камень – монумент к гражданскому неповиновению, на котором написано следующее. Если правительство нарушает права людей, то восстание – их священное право и обязанность. Наказанием за гражданскую пассивность является власть злодеев. Платон. Вот такое выражение. Ну, к сожалению, да. К сожалению, мы на примере Российской Федерации мы с вами наблюдаем классику. Вот все, что написано в учебниках, все сегодня повторяется на Российской Федерации. И причем большинство, большая часть граждан России, они думают, что все вокруг не правы, а они одни правы. В моем селе живет женщина. Мает четырех сын. Трех из них забрали по мобилизации. Про одного точно знаю, что он в Бахмуте. Пережив деколька жахливых операций. Когда телефонуют додому, завжди повторяя «Я не боюсь померти. Лише не залишайте моё тело в поле». Тоже обовязково треба повертать наших хлопцев, хоть и на счете. Слава Украине! Слава Сбройным Силам Украины! Ну, низкий поклон этой женщине, что трое из четырех. Хотя, согласно законодательству, тут, мне кажется, военком явно перестарался, что троих детей из четырех забрали на войну. Ну, дело не в этом. Дело в том, что наше государство, мы стараемся действительно всех воинов чтить, и живых, и мертвых. И, кстати, вчера я говорил о том, что состоялся обмен телами. Мы смогли забрать 82 тела для того, чтобы, как вы говорите, на щите. Это же старая римская поговорка, когда после войны легионеры приходили к дому своего побратыма по легиону и стук в ворота, и первое, что спрашивали за ворот, со щитом или на щите, то есть живой или убитый. Ну, и, соответственно, ответ сразу говорил о том, какова судьба того или другого легионера. Поздравляем вас с наступающим праздником из Болгарии. Желаем скорого воскресения всей Украине. Жаль, что не смогу сказать это по-украински. Вот такое вот пожелание. Добрый день. Смотрю практически все видео. Это огромный труд. Очень прошу, развейте миф всем мобилизованным россиянам о том, что, как им говорят, будут стоять на границе либо в тылу. Всех, как мясо, на первую линию бросят. Они тешат себя, что именно ему говорят правду, но обманывают всех. Пусть, если хотят жить, скрываются, уезжают и так далее. Перейдя границу нашей Украины, они назад уже не вернутся. Нет, у них есть еще шанс попасть в нашу программу «Хочу жить». Кстати, в описании к этому видео, ну и каждому видео на моем канале есть номера телефонов и есть телеграм-канал, чат-бот, куда можно написать, чтобы тебе помогли сдаться в плен и ты останешься целый, невредимый. Так что у них есть выбор. В любом случае. Но вот тут вы абсолютно правы. Я считаю, надо прокомментировать. Сейчас появилась информация, я вам говорил, что срочников разрешили подписывать контракт сразу по прибытию в часть, после принятия присяги. Они уже считают, что присягу принял всеопытный солдат и прессуют этих бедных молодых призывников. Командиры прессуют страшно. В плане того, чтобы... Потому что с мобилизованными труднее бороться. Там мужики взрослые понапеваются, еще морды бьют. Вспомните, сколько было видео, когда мобилизованные там били, даже морды били командиром российским в учебных центрах. Кричали, что мы тут сидим, нифига не делаем там и так далее. А пацанов 18-19 лет, что же нагнуть через колено, какие проблемы. Так вот, сейчас новая информация от разведсообществ, которая говорит о том, что сейчас начали прессовать моряков. Моряков в экипажах, кораблей, на всех флотах и флотилиях Российской Федерации моряков прессуют, срочников. Срочников моряков прессуют, потому что контрактника тяжелее нагнуть в этом плане, он просто отказывается нарушать условия контракта, он его разрывает и все. И уходит по разрыву контракта. Так вот, они срочников моряков прессуют, чтобы те соглашались подписать, точнее, чтобы те подписали согласие поехать для участия в специальной военной операции пехотой. Пехотой. Моряков они забирают пехоту, молодых пацанов, срочников заставляют, типа, давай за родину, деды воевали, подписывай и вперед. И переодевают их в сухопутную, меняют форму и отправляют в Украину. Все будут, даже, даже не стройте себе иллюзии, что бы вам не рассказывали, будете вы там охранять свиней пасти на подсобном хозяйстве где-то в тылу. Нет, никто не будет. Там свиней пасет Росгвардия и вот такие вот хитрые ребята типа кадыровцев. Вот они, да, они в тылу там пасут свиней, грабят, насилуют, убивают гражданских. А все остальные, все остальные, которые по мобилизации собраны, по призыву сейчас соберут, Путин всех бросает в мясорубку. Ему важно, ему важно он пытается сдвинуть эту войну с мертвой точки. Он уже, Россия уже увязла в этой войне, никуда не продвигается. 100 метров успеха на отдельных участках фронта это не успех. Это не война, это война на истощение. А для того, чтобы вести войну на истощение, особенно в наступательном темпе, надо кучу пушечного мяса, кучу, просто горы. Что и делает Путин. Их бросают в этих мобилизованных на наши пулеметы. Следующий. Будет правильнее называть украинцами всех граждан Украины, не только славян. А так же, как все канадские и американские граждане равноправны независимо от страны рождения или продолжительности жизни в стране. Желаю Украине достичь подобного понимания равенства и отдельное спасибо за добрые слова об Израиле. Малая страна с большими проблемами. Вы помогаете рассеять горькую память времен катастрофы еврейского еврейства в Украине. Слава и победы в Украине. Оттава, Канада. Я всех считаю, кто носит в кармане паспорт гражданина Украины или кто себя причисляет к нашей национальности независимо от реальной национальной принадлежности, я считаю украинцами. И у нас в стране это да. Кстати, у нас еще и мультикультурность в стране развивается в плане допустим религиозного вероисповедания для любых постретей в Киеве и мечеть и синагога пожалуйста католический собор все есть и христианские церкви так что в этом плане тут как человек себя позиционирует так такой нацией он и считается. И кстати я имел ввиду о России я их почему я идентифицирую все равно кто он там Бурят Тувинец Эвенк или Якут или ну они россиянин они все граждане Российской Федерации они все для нас россиянин Добрый вечер думаю имею право так вас называть поскольку Добрый вечер уважаемый Олег думаю имею право так вас называть поскольку я старше вас я так думаю мне сегодня 69 и мурашки похоже когда вы говорите милости просим есть возможность взять оружие и помочь вооруженным силам Украины очень хочется оказать услугу для меня родному Украине я грузин проживший в Украине 23 года и дети мои украинцы по сути родились в Украине но к сожалению живем мы в Израиле уже много лет но поддерживаем родную Украину как можем слава Украине перемога будет за нами верим в Збройную силу Украины и поможет Господь написал бы на мове но размовляю добре але пишу погано вот такое вот приветствие Олег молчаливые несогласные россияне а как вы сказали 20 лет идут за Путиным не в одном строю а в стаде и насчет этого вы очень правы подписываясь под каждым вашим словом ну что ж вот не простите еще не все секунду еще есть парочка зачитаю тут комментариев по поводу молодого офицера это комментарии по поводу кстати самое интересное по поводу утечки информации по поводу молодого офицера якобы слившего информацию вы сказали что он или подставное лицо либо полный идиот а как насчет варианта может он является ребенком секретных агентов российских спецслужб не знаю смотрели ли вы ли вы американский сериал американцы хотел бы услышать ваш комментарий заранее благодарю слава украине владимир израиль да я смотрел сериал американцы но скажу так что нет тут наоборот я уже ответил на частично в вопросах на это на мой взгляд это мне кажется это больше спецоперация ЦРУ чем российских спецслужб потому что Россия там выглядит в самом как Высоцкий пил а потом в нормальном свете представлялась в черном цвете то что людям любим мы и ценим чем гордится коллектив так вот силы специальных операций там разложены российские вдоль и поперек ну и соответственно все все тайные сделки которые Россия собиралась провернуть то же самое там высвечены теперь эти страны вынуждены оправдываться что они не 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 это не мы это же мы же России ничего не хотели давать так что и думаю что вряд ли это работа российских спецслужб ну и реакция России самая главная реакция ее нет а если бы это было российское они бы тут валали бы уже на весь мир они любят этот пиар компании на чужом счастье строить Россию можно упомянуть лишь как Россию можно упомянуть лишь как владелицу огромных украденных у других народов территории которую ей придется отдать назад в день расплаты Фридрих Энгельс немецкий философ кстати Энгельс учитель Ленина вот так вот да Ленин тоже а Ленин был первым собирателем земель собрал армию и отвоевал как он немцам надурил заключил брестский мир а через полгода собрал армию и разбил их в дребезги есть одна важная деталь перевооружение русской армии происходит за счет улучшения старых образцов например новый российский танк Т-90 это 17-я по счету модернизация Т-72 который был принят на вооружение еще в 1969 году устанавливает на старую технику французские прицелы или немецкие тепловизоры после санкций их сняли и остался российский металлолом да это правда насчет технологии проблема в том что Китай последнее время говорит одно а делает другое Китай стал очень похож на Российскую Федерацию тот факт что снарядный голод Российской Федерации как-то исчез говорит о чем-то намек на то что Китай может поставлять боеприпасы да я этого не исключаю Россия уже себя обеспечить в полном объеме на сегодняшний день реально не может после окончания российской спецоперации в Украине за украинскими Нептунами будет очередь стоять как одна из самых известных ракет в мире крейсер Москва отдав концы и уйдя на вечный покой породил легенду слава Нептуну слава морю слава царю морей для России главное украсть побольше и строго засекретить их никто не выбирал а с какого перепугу бандиты будут думать о благе народа только полный снос системы может что-то изменить победы и процветания тебе любимая Украина слава героям глава Минобороны Китая с 16 по 19 апреля посетит Россию с официальным визитом Минобороны Китая возглавил генерал попавший в санкционный список США за участие в сделках с лицами связанными с российскими оборонными или разведывательным сектором да действительно такая информация есть и в принципе это настораживает потому что после всех опять же обещаний и заверений не сотрудничать с Россией в военной сфере министр обороны Китая что делает садится и едет в Москву с официальным визитом на три дня жизнь продолжается все готовятся к вылокодню а мужественные наши военные гонят российскую сволоту дай господи погоду для наступления надеюсь надеюсь что погода для наступления будет Китай ведет себя так же как Беларусь говорит о мирных договоренностях а втихаря помогает Россия мы уже научены всякими перемириями еще с августа 14 когда нашим ребятам под Донецком давали приказы отступать и не отвечать на обстрелы а противная сторона стреляла за двоих я с детьми смогла выехать с линии огня Старомихайловка Марьинского района в начале декабря 14 так что насмотрелись на эти перемирия а родственник досидел там до марта 15 надеясь что наши ребята все же из Красногоровки через нашу Старомихайловку войдут в Донецк они почти сделали это в августе 14 но получили приказ откатиться назад и было назначено первое перемирие так ДНРасты все время имитировали обстрелы от в кавычках поганых укров выставляя от двух до шести орудий в разных направлениях одновременно это то что мы лично видели звоню иногда соседям говорят то же самое до сих пор практикуют ну это то что мы говорили что самое простое поставить где-нибудь в серой зоне два орудия в разную сторону и одновременно лупить опять от Игоря Губермана Гарик такое четверостишее фашизм объял Россию не случайно зачат советской гнилью он естественно а в нас она как ни печально жива еще и кажется наследственно вот такой вот Гарик написал Игорь Губерман регулярно смотрю из Москвы глубоко уважаю труд я полностью на стороне Украины а также на стороне цивилизованных стран Европы а также США я верю что российские изверги потерпят поражение и их рот будет заклеймен позором надеемся и верим чей здействовался обмен висковых полоненами в Другий Световий чув ведь своих батьков и знакомых что фашисты фашистские полонены принимали участь в видбудове житловых будинков и инфраструктуры к сожалению нет обмена пленными не происходило дело в том что Сталин после разгрома когда Тимошенко потерял 250 тысяч первая операция контрнаступательная которую пытались провести в первые месяцы войны там было окружено и попало в плен около четверти миллиона человек Сталин очень сильно кстати тогда был момент когда маршала Тимошенко чуть не расстреляли он кстати после этого даже не получил звание Героя Советского Союза до конца войны но Сталин его искало НКВД а он прятался в стоге сена вместе с адъютантом 8 суток еще и показывал нашим солдатам которые пытались выходить из окружения показывал куда идти это исторический факт описанный по-моему Валентином Пикулем в одной из своих книг но смысл не в этом смысл в том что Сталин произнес такую фразу что советский человек в плен не сдается и это было российской советской пропаганды это было трактовано как любой сдавшийся в плен он предатель он враг народа что кстати вылилось потом в сумасшедшие репрессии в наших ну не наших советских военных и гражданских которые побывали в плену и в оккупации вот что и поэтому никаких обменов Советский Союз не проводил а так как Советский Союз еще и игнорировал такие организации как Международный Красный Крест то к советским военнопленным относились как к скоту как к людям второго сорта ко всем другим распространялись конвенции и их как-то хоть кто-то там защищал даже передавали какую-то гуманитарную помощь а советских пленных содержали вот в таких самых жестких условиях и соответственно их никто не считал за людей их уничтожали сотнями тысячами десятками тысяч в этих концентрационных лагерях вот поэтому обмены пленными не проводились но что сделал Советский Союз Советский Союз нет действительно не отпустил немцев после и до смерти Сталина они принимали участие на в принуде они содержались в лагерях тоже примерно концентрационных единственное что их там не пытали и не уничтожали но они работали по восстановлению Советского Союза после войны отсюда кстати и поселения поволжские немцы это же те кто остался после войны не знали куда возвращаться потому что Германия была разделена пополам в западную их особо не пускали они видимо и боялись поэтому появились вот такие даже целые поселения немецкие из числа оставшихся только после смерти Сталина им разрешили кто пожелает вернуться на родину ну вы же знаете как разрешили НКВД на тот момент с одной рукой давало разрешение а во второй руке держало наган и говорило шаг сделаешь пристрелим вот поэтому вот такое вот такое вот было но они действительно работали на разборе завалов на восстановлении домов на строительстве дорог там индустриальных объектов и так далее использовали их в качестве как рабский труд вот это действительно было на России при Шойгу было 13 адмиралов на 0 кораблей Балтийский Тихианский флот вообще флотилия Черноморский флот был витрин но уже разбитая а на Северном флоте ремонтируется адмирал Кузнецов и ядерная бомба обитает но Балтийский я знаю что Каспийская флотилия это точно на Балтике всегда был флот Балтийский флот он малочисленный но он все равно там был Тихоокеанский флот он один из не Северный самый крупный Тихоокеанский наверное чуть уступает ему но Тихоокеанский он самый старый а Северный он действительно там на Северном флоте особенность в том что там основная масса сосредоточена атомных ракетных подлодок там же даже база есть по моему если не изменяет память в Северодвинске завод и там же база где они базируются вот эти атомные подводные ракетоносцы вот так что в принципе то что он не модернизировался и то что он старый и проблема с Адмиралом Кузнецовым вообще сегодня в принципе приобретает вообще комедийный характер действительно комедийный России нет денег на его ремонт там ремонта уже не может быть там надо делать такой ремонт как Китай сделал с крейсером который мы им продали якобы на металлолом потом сказали что из него будет делать ночной клуб типа плавучий в результате я его видел в рекламе в Китае это флагман китайского флота корабль Ляолинь таких они заложили пять то есть они полностью вынесли всю внутрянку оставили только один корпус сняли с него чертежи сейчас делают еще пять таких кораблей а этот уже находится в строю у него 50 летательных аппаратов на борту это тяжелый авианесущий крейсер то есть они ему придали все нормально красавица честно скажу выглядит очень очень красиво даже чем-то так напомнил совок потому что ну китайский флаг такой же красный только с ореолом звездочек вот на флаге а советский был просто красный так вот адмирал Кузнецов в чем его трагизм ситуации в том что Россия не может его распилить на металлолом если Россия его распилить на металлолом то она перестанет быть державой с авианесущим флотом то есть у России больше нет авианесущих кораблей боевых все она страна без авианосцев и тут Россия не может поступиться этими как бы принципами но с другой стороны нет денег на такую глубокую модернизацию плюс корабль в таком состоянии что его восстанавливать уже по-моему нет смысла легче дешевле построить новый потому что и смотрите было несколько пожаров там я знаю что разграбленные отсеки прокуратура Мурманска возбуждала несколько уголовных дел по факту хищения цветных металлов то есть экипаж сам вырезал кабели электрические сдавал их на металлолом на базаре в Мурманске или там где-то где он базировался после сирийского похода потом был пожар выгорел топливный отсек очень сильно потом упал кран сплав этого сплав дока где его хотели ремонтировать пробил палубу а палуба является взлетной полосой это же не просто так но они не могут они его привязали к пирсу чтобы он не утонул его даже перетащить с одного пирса на другой говорят что аварийно опасно и он числится в боевом строю как единственный тяжелый авианесущий крейсер и Россия кричит мы авианесущие держим у нас есть авианосец но они говорят авианосцы у нас есть хотя он один и вот в таком печальном состоянии вот это настоящий чемодан без ручки который тяжело нести ну и жалко бросить следующее вот кстати профессиональные ну не профессиональные а довольно такой аргументированный я бы так сказал комментарий относительно слива секретной информации и так слив никакой это не слив ну в кавычках это умышленная работа спецслужат соединенных штатов под видом в скобочках прикрытием якобы скандала это не первый раз спецструктуры сша прибегает к такой тактике и вот на каких основаниях я это могу так смело заявить во первых чтобы получить доступ к данным под грифом секретности военнослужащему сша у него или у него или нее фбр проверяет всю поднагодную и даже проводит индивидуальное интервью следователям фбр если в ходе интервью следователь всего лишь заподозрит что-то неладное он может без каких без никаких объяснений отказать в предоставлении допуска более того получить такой допуск никак не означает что человек автоматически получает допуск ко всем данным под грифом секретности в вооруженных силах сша бытует принцип допуска наименьшей надобности а это означает что допуск дается только к данным непосредственно причастным к выполнению определенной задачи или обязанностей он не знает что делает сосед и сосед не знает что делает этот человек во вторых давайте рассмотрим якобы подозреваемого в кавычках авиаспециалист первого ранга воздушной нацгвардии Джек Тайксера как военнослужащий в разведкрыле действительно должен был иметь секретный допуск однако имея такой низкий ранг Е3 и находясь в составе воздушной нацгвардии он никоим образом не мог бы иметь допуск данным такого калибра ну или такого масштаба в США нацгвардия является штатным органом и как таковая подчиняется губернатору штатским органам и как таковая подчиняется губернатору штата как главкому какому она принадлежит естественно взаимодействие между нацгвардейцами каждого штата существует и всеобъемлющее представительство нацгвардии также имеет место в Пентагоне однако это происходит на уровне высоких офицерских рангов а какой-нибудь соплячок авиаспециалист и следаний не будет иметь в Пентагоне так что это парнишка подставной для того чтобы запудрить американцев задурманить американцев чтобы не задавали лишних вопросов в третьих кому выгоден этот слив вся информация является определенной вся информация выявляет определенные проблемы но это совершенно не значит что это обязательно повредит дипломатическим отношениям США с другими странами как раз наоборот это работает США на руку эти страны просто опозорились своим скрытыми махинациями с Российской Федерацией и теперь им придется выкручиваться и менять свои планы чтобы не попасть в осуждение и негативные последствия со стороны других проукраински настроенных стран так что США не останется в пролете скорее наоборот этот слив дает США преимущество как бы объявляя мол мы все знаем и все видим и будут эти страны в страхе от того что ничего у них скрыть не получится конечно же я не рассчитываю что вы зачитаете этот комментарий но как вы любите выражаться и эта версия имеет право на жизнь однако буду приятно удивлен если вы решите ее озвучить слава Украине я поддерживаю эту версию поэтому я зачитал ваш комментарий я тоже сторонник того что это очень красиво срежиссированный и разыгранный спектакль центральным разведывательным управлением кстати вот поверьте сейчас когда спадет ажиотаж и все забудут про своего хлопчика который якобы через компьютерную игру сливал эту информацию тоже история такая очень очень и очень мутноватая но почему-то потом эти документы оказывались в руках ведущих изданий Соединенных Штатов которые печатали целые огромные статьи на передовицах с содержанием этих секретных документов и получали и сразу получали мировую огласку понимаете даже трассортные газеты или газеты второго порядка не смогли достать эти секреты только газеты первого порядка или первого высшего уровня получили эти слитые якобы в интернет информацию так что думаю что это хорошая работа ЦРУ в плане вы абсолютно правы они осветили те проблемы которые существовали но они не знали как их решить за счет огласки эти проблемы решаются автоматически эти страны которые там высвечены теперь вынуждены оправдываться на весь мир почему они помогают агрессору в войне против Украины ну вот на таком наверное позитивной ноте на таком интересном комментарии мы закончим сегодня с вами видео я благодарю вас за ваше внимание что вы досмотрели до этого момента еще раз напоминаю кто не подписан подпишитесь пожалуйста на мой канал все кто смотрит это видео поставьте пожалуйста лайк для того чтобы его смогли увидеть как можно больше людей огромное спасибо спонсорам и тем кто помогает каналу ну а мы с вами продолжаем веры ты у сброй не силы Украины перемога наша слава Украине